Международный терроризм для России, и мы первые столкнулись с ним, это очень большая угроза, и мы с ней сталкиваемся постоянно. Она внешняя. И то, что сегодня ИГИЛ будет нам большой большой проблемой, то, что американцы создали его, не для себя, а для Европы, для других стран, для России, и у меня сомнений нет. ИГИЛ, каким кажется, на их территорию не придет, а на нашу придет. Поэтому международный терроризм – это очень серьезная проблема. Вторая очень серьезная проблема, она связана только с одним. И Европа, и Соединенные Штаты никогда не будут упускать возможности ослабления России и не дать возможности ее укрепления. Потому что они считают, что мы дерзкие, неуправляемые, дикие, и что мы кровожадные. Мне удивительно вот такие вещи слышать, и насколько они нас не знают. Ну и третья ситуация – наше национальное богатство. Чтобы, как бы и не было, они будут пытаться получить наше национальное богатство. Газ и нефть – это все фигня. Через 50 лет это будет, не будет иметь никакого значения. А территория и пресная вода – это самое главное. Ну и полезные ископаемые, которые у нас есть. Поэтому, говоря о том, что нам угрожает, мы должны понимать, что нам нужна сильная, крепкая армия, что нам нужен мобилизационный ресурс и понимание того, что, не содержа свою армию, мы можем попасть в ситуацию, когда придется содержать чужую армию. И это не фантастика. Это не фантастика. Сегодня, конечно, другое время, другие скорости, другой подход. Но наша территория, она сегодня очень многим интересна. И самое главное, что может быть интересно и Китаю, и Японии, и Соединенным Штатам Америки. И самое интересное, об этом никто не говорит. Я понимаю, что интересы могут быть, свои национальные интересы превыше всего. Они могут договориться. Поэтому мы уделяем очень много внимания на то, чтобы обеспечить безопасность. Они это понимают, нас упрекают и всему миру показывают нас, как милитаристов. А мы только сегодня, на данный момент, только перевооружаемся. Делаем то, что должны были сделать 40, поделим позиции 30, где-то 25 лет назад. Но мы не сделали, у нас не было возможности. Сегодня такая возможность появилась. И могу с полной уверенностью сказать, что сегодня вооруженные силы наши, которые спутают еще много всяких проблем, успешно обеспечат безопасность нашей страны. А наша с вами задача сделать так, чтобы молодые люди могли нормально работать, создавать семью, иметь хороший заработок и поднимать благосостояние своей семьи. Поднимая благосостояние своей семьи, мы укрепляем свою страну.